Павел Фитин. Человек, который сделал советскую разведку лучшей. 80 лет назад, 13 мая 1939 года, советскую внешнюю разведку возглавил Павел Михайлович Фитин один из самых эффективных в истории отечественных спецслужб руководителей. Несмотря на сложнейшую обстановку и в стране, и в мире, Павлу Фитину удалось превратить советскую разведку в бесперебойно и крайне результативно работающий механизм. Именно он, Павел Фитин, выведен в знаменитой эпопею «17 мгновений весны» как Алекс генерал-лейтенант Владимир Грамов. Советская разведка в конце 1930-х годов. Конец 1930-х годов был одним из наиболее сложных периодов в истории отечественных специальных служб. Кадровый состав органов государственной безопасности СССР был существенно прорежен репрессиями сначала под руководством Ягоды, затем Ежова. Лишь приход в 1938 году на пост народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Павловича Берия повлек за собой значительное сокращение темпов репрессий. Берия озаботился и возрождением советской внешней разведки, которая в середине второй половины 1930-х годов работала не столь же эффективно. Еще 10 июля 1934 года на базе ОГПУ, Объединенное государственное политическое управление при Совнаркоме СССР, было создано Главное управление государственной безопасности Народного комиссариата внутренних дел СССР. Именно ГУКП НКВД отвечала и за внешнюю разведку. 29 сентября 1938 года ГУКП НКВД возглавил Лаврентия Берия, а уже спустя два месяца, 25 ноября 1938 года, Берия был назначен Народным комиссаром внутренних дел СССР. Сразу же после назначения Берия приступил к реорганизации органов государственной безопасности, в том числе и разведке. За внешнюю разведку в составе ГУКП отвечал сначала 7-й отдел, а затем 5-й отдел. Как только Берия возглавил НКВД, он назначил начальником Главного управления госбезопасности Всеволода Меркулова, а обязанности начальника разведывательного отдела сначала выполнял Павел Судоплатов, а затем комиссар госбезопасности 3-го ранга Владимир Деканозов, один из ближайших соратников Берии еще по работе в Закавказье. Но, судя по всему, Деканозовый нарком рассматривал как промежуточный вариант и продолжал искать более подходящую кандидатуру для руководства советской внешней разведкой. И такой человек был найден. Кто вы, товарищ Фитин? 13 мая 1939 года Иосиф Сталин утвердил начальником 5-го отдела ГУКП НКВД СССР Павла Михайловича Фитину. Кандидатуру этого молодого человека, а Фитину был на момент назначения всего 31-й год, рекомендовал сам Лаврентий Берия. И уже одна эта рекомендация свидетельствовала о том, что Павел Фитин действительно был специалистом в выдающемся, не столько даже как профессиональный разведчик, сколько как талантливый организатор и руководитель. Павел Михайлович Фитин был типичным представителем сталинской плеяды молодых и активных руководителей. Именно в конце 1930-х годов Сталин начинает выдвигать на руководящие посты в советских народных комиссариатах совсем еще молодых людей, сформировавшихся уже в советское время. Они были призваны сменить профессиональных революционеров, которым вождь не особо и доверял. Павел Фитин был плоть от плоти человеком из народа. Он родился 15-28 декабря 1907 года в селе Ажагино, что в Шатровской волости Елуторовского уезда Тобольской губернии, ныне это Шатровский район Курганской области, в крестьянской семье. Школу Павел заканчивал уже в советское время. Работать он начал в 13 лет в сельхозартеле «Звезда», в 1922 году вступил в комсомол и в 1926 году окончил школу второй ступени в Елуторовске. В партии Фитин вступил в 1927 году, в 19-летнем возрасте. Столь ранний прием в партию в то время не был удивителен, тем более, что Фитин с мая 1927 года руководил Бюро юных пионеров и был заместителем ответственного секретаря Шатровского райкома комсомола. В 1932 году Павел окончил инженерный факультет сельскохозяйственной академии имени Тимиризева и некоторое время работал по специальности инженером лаборатории сельскохозяйственных машин Московского института механизации и электрификации сельского хозяйства, затем в издательстве «Сельхозгиз» заведующим редакцией индустриальной литературы. В издательстве Павел Фитин трудился с октября 1932 по март 1938 ГГ, с перерывом на годичную службу в РККА в 1934-1935 годах, дорос до заместителя главного редактора. В армии, кстати, Фитин служил рядовым красноармейцем. Когда в марте 1938 года советское руководство решило провести партийный набор в органы госбезопасности, чтобы покрыть нехватку руководящих кадров, вызванную ежовскими репрессиями, Павел Фитин получил путевку в НКВД. Его направили на учебу на ускоренные курсы школы особого назначения НКВД СССР, после которых в ноябре 1938 года распределили стажером в 5-й отдел Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, отвечавший за внешнюю разведку. Буквально за год Павел Фитин сделал головокружительную карьеру. Примеров такого карьерного роста, если не считать революцией, в истории очень мало. Всего за один год 30-летний молодой человек, прежде не имевший никакого отношения к спецслужбам, поднялся со стажера до заместителя начальника 5-го отдела ГУК ПНКВД СССР всей внешней разведки Советского Союза. В мае 1939 года, спустя год после прихода в систему НКВД СССР, Павел Фитин был назначен начальником отдела, преобразованного затем, после создания НКГБ, в первое управление Народного комиссариата государственной безопасности СССР. Молодой начальник работал на результат. Назначенный на ответственную должность начальника внешней разведки всего Советского Союза, Павел Фитин с энтузиазмом, присущим молодому партийному активисту, взялся за работу. Ему, человеку глубокой порядочности, удалось найти золотую середину и прекрасно взаимодействовать как с опытными зубрами разведки, так и с начинающими сотрудниками. Благодаря усилиям Фитиной советской разведки удалось восстановить свою работу. К 1941 году в структуре внешней разведки были 40 резидентур, в которых работали 240 сотрудников. Разумеется, наиболее важными направлениями оставались Германия, Италия, Великобритания, Франция, США, Япония. Именно Фитин докладывал Сталину о планах Германии по нападению на Советский Союз, оппозиции западных держав. Советские разведчики предпринимали самые невероятные усилия, чтобы узнать, как и когда гитлеровская Германия собирается напасть на Советский Союз. Разведка в годы войны. Фитин остался на своем посту и после начала Великой Отечественной войны. В 1941-1945 годах на внешнюю разведку легла огромная ноша. Советские разведчики работали не только в странах-противниках Советского Союза, но и в так называемой союзных государствах в Великобритании и США. Ведь в Москве прекрасно понимали, что Союз с СССР для англичан и американцев является ситуационным, а на самом деле они вынашивают планы ослабления и даже разрушения Советского государства. Но, конечно, самым приоритетным направлением оставалась работа в Германии. В сложнейших условиях на территории, контролировавшись третьим рейхом, работали советские разведчики. Не зря личность Фитина отразили в 17 мгновениях. Весный шеф внешней разведки действительно сумел организовать бесперебойное снабжение Советского руководства оперативной информацией о планах германского командования, о научно-технических разработках гитлеровцев, о переговорах с союзниками. По инициативе Фитина в составе Советской внешней разведки был создан информационный отдел первой в истории отечественных спецслужб информационно-аналитическое подразделение, занятое аккумулированием и анализом поступающей из самых разных стран мира информации. Именно тогда, в годы руководства Фитина, сложились и основные требования и методы аналитической работы, которыми руководствуется и по сей день уже российская внешняя разведка. Фитин как один из отцов атомного проекта. Неоценим вклад советской внешней разведки и в разработку ядерного оружия. Кстати, именно разведчики первыми обратили внимание на ядерную тематику. Так, в 1940 году Леонид Квасников, руководивший отделением научно-технической разведки, обратил внимание на то, что в американских журналах пропали любые публикации по физике ядра. Умный разведчик сразу сделал вывод, что именно по военным соображениям физика ядра вдруг превратилась на Западе в секретную дисциплину. Квасников доложил Фитину, и начальник внешней разведки сразу же поддержал инициативу Почининного. Резидентуры в США и Великобритании получили указания следить за всеми новейшими тенденциями в сфере атомной энергетики, особенно если они касались военной тематики. Когда в 1943-1944 годах советское руководство озаботилось данным вопросом, в первую очередь работать начали разведчики. Перед ними была поставлена задача раздобыть максимально подробную информацию о планах по созданию нового оружия, о существующих технических разработках, которые велись как в Германии, так и в странах-союзниках США и Великобритании. В 1947 году Фитина перевели заместителем начальника управления Министерства государственной безопасности СССР по Свердловской области. Именно на Урале в те годы создавались важнейшие предприятия советской атомной промышленности и в обязанности Фитина теперь входила не добыча информации о новом оружии на Западе, а обеспечении безопасности и секретностей советских предприятий в Свердловской области. 27 сентября 1951 года, через месяц после знаменитых испытаний на Семипалатинском полигоне, Фитина перевели на должность министра государственной безопасности Казахской ССР, где как раз и размещался полигон, а кроме того начиналась разработка урановых месторождений. В 1953 году Фитина перевели начальником управления МВД по Свердловской области, но вскоре, сразу после ареста Лаврентия Берии, сняли с должности и уволили из органов госбезопасности с унизительной формулировкой по служебному несоответствию. Человек, отдавший годы руководству разведкой, причем в самый напряженный для страны период, был буквально выброшен из системы, хотя был еще совсем не стар. После отставки Фитин пять лет проработал в системе государственного контроля, а затем был директором фотокомбината Союза советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами. Умер Павел Михайлович 24 декабря 1971 года в возрасте 63 лет.